Всем привет! Прошло еще немного времени и некоторые условия с момента выхода прошлого ролика по этой теме изменились. Так что в этом видео вы узнаете в каких странах украинским беженцам выплачивают денежные пособия, а также какие есть другие возможности помощи в этих странах, но с новыми условиями и с новыми странами. Мы разберем топ-10 стран для беженцев из Украины, исходя из официальных источников и опыта самих беженцев. Обращаю ваше внимание, обязательно посмотрите видео до конца, потому что там вы узнаете за более важные нюансы и моменты, которые важно знать и учитывать. Так что подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео в ваших соцсетях и давайте разбираться. Чехия. Сверхпопулярная страна среди украинских беженцев. Масштаб популярности настолько огромный, что Прага больше не принимает беженцев и нужно ехать в другие города. Въехать можно без биометрического загранпаспорта. Касательно финансовой помощи, украинским беженцам выдают 5000 крон единоразово в месяц. Это примерно 205 евро. Единоразово эту финансовую помощь можно получить до 6 раз. Первый раз вообще без каких-либо сложностей, а остальные 5 раз уже будут зависеть, есть ли другой доход у беженца, например, в виде работы или нет. В общем, нужно объяснять, почему вы нуждаетесь в этой помощи. Подать запрос на финансовые пособия можно с помощью онлайн-формы. Ссылка, конечно же, будет в описании к этому видео. Начиная с 7 месяца, размер финансовой помощи будет ниже. Лицам старше 18 лет это 4,620 крон, примерно 190 евро. Лицам до 18 лет 3,320 крон, примерно 136 евро. Также беженцы обеспечиваются медицинской страховкой, правом на работу по возможности жильем. Но свободного жилья практически нет. Нужно искать в аренду. И с этим тоже есть сложности. Нидерланды принимают украинских беженцев по программе временной защиты. Что касается финансовой помощи, то тут есть два варианта. Первый, когда беженцы обеспечены социальным жильем, то взрослые и дети получают 260 евро в месяц на человека. Но если беженцы проживают в принимающей семье, то ежемесячно получают дополнительную финансовую помощь в дополнение к пособию на проживание. Взрослые получают дополнительно 215 евро в месяц, а дети 55 евро. Таким образом, беженцы могут возместить расходы принимающей семье, например, на коммунальные услуги. Вся информация имеется на государственном сайте по ссылке в описании к этому видео. Но были случаи, совсем отличающиеся от этих условий. Кроме финансовой помощи и жилья, также предоставляется медицинская помощь, право на работу и много помощи предоставляют волонтеры. Поменять статус временной защиты на Нидерланды можно, но в предыдущей стране нужно обязательно его аннулировать. Финляндия принимает украинских беженцев под статусом временной защиты. Въехать можно без биометрического паспорта, но только наземным путем. И в целом все условия регламентированы директивой по временной защите, которую ЕС активировал для оказания практической помощи украинским беженцам. По финансовой помощи тут все зависит от некоторых условий. Если это просто один взрослый человек без семьи, то сумма финансовой помощи составляет 323 евро. Но если в лагере для беженцев этот человек обеспечен питанием, то тогда сумма существенно меньше и составляет 94 евро. Для других лиц и для детей цифры вы видите на своих экранах. Ссылка конечно же будет в описании к этому видео. Также беженцы получают обеспечение временным бесплатным жильем в лагерях, доступ к медицине, для детей школы, ну и естественно право на работу. Кто знает суть работы в Финляндии, то чаще всего это фермы, то есть сезонно. Но можно найти работу в других сферах, правда с этим уже тяжелее. Но кому нужно, тот работу найдет. По отзывам, каких-то глобальных возмущений не встречал, но единственное, что некоторых смущает, это тот же самый агрессор за забором, который устроил войну в Украине. Бельгия. Перенимает украинских беженцев под статусом временной защиты. Все по той же директиве ЕС. Въехать можно без биометрического паспорта, но только наземным путем. Касательно финансовой помощи. Все зависит от разных факторов и условий. Но в целом максимальное денежное пособие это до 1480 евро на семью. Если беженец из Украины одинокий человек, тогда насчитывает до 1100 евро. И обращаю ваше внимание на насчитывая, то есть суммы разные. Проживают беженцы в основном у бельгийцев дома, в семьях иногда даже и с едой помогают. Но в последнее время такой вариант найти очень сложно, особенно в летний период. Поэтому некоторые украинцы сидят и по 10 дней в распределителях в ожидании возможного жилья. Очень много помогают в большинстве вопросов волонтеры. В целом, с одной стороны, беженцы не останутся под открытым небом голодными и боссами. Их приютят и накормят. Отзывы разные. Кто-то говорит, что все выполняется по программе и реальных беженцев все устраивает. Кто-то говорит противоположное. Суть всего этого, что каждый случай индивидуальный и в реальности есть и то и другое. Ирландия. Интересная страна по финансовой помощи украинским беженцам, но минусы тоже есть. Итак, размер финансовой помощи, как и был на одного беженца в неделю, составляет до 206 евро. То есть в месяц это примерно до 824 евро на одного человека. А если это семья из нескольких человек, то остальные размеры выплат вы найдете сейчас на своих экранах. Кроме этих выплат, департамент выплачивает пособия на ребенка родителям или опекунам на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В размере 140 евро в месяц на каждого ребенка. Эта информация есть на официальном портале, ссылка в описании под видео. Еще из положительных моментов это временное бесплатное жилье, с которым в последнее время очень сложно, плюс что-то помогают с питанием. Главный минус это уровень цен. Среднее по стране вы видите сейчас на своих экранах. Второе это то, что непонятно, насколько будут долго помогать финансово и с жильем. Говорят, что только первые 6 месяцев, а дальше нужно работать и обеспечивать себя самому. Да, если это простой взрослый, то это нормально. Но если это мама с ребенком, то хорошо подумайте, как вы справитесь с такими ценами. Норвегия принимает украинских беженцев по программе временной защиты сроком на 1 год с возможностью продления до 3 лет в зависимости от обстановки в Украине. По условиям, тут все запутано и во многих случаях все по-разному. Особенно было много неразберихи с первой волной. В среднем это выглядит так. Всего есть 3 этапа. Первый этап украинцы попадают в центр для беженцев, где находятся не более 3 недель. Финансовой помощи на первом этапе нет, только полное обеспечение соцжильем и питанием. После этого идет распределение по местам проживания, но тоже временно. И тут нужно быть готовым к самым необычным и дальним местам. Второй этап. На новом месте в соцжилье. Примерно от 1 месяца и до неизвестности. В каждой ситуации по-разному. Некоторые говорили, что и больше 3 месяцев находились. Финансовая помощь в каждой коммуне разная. Где-то 200 евро на 1 человека в месяц. За это время подыскивается жилье в коммунах на последующее проживание в рамках временной защиты. Третий этап. Когда беженцы попадают в постоянное жилье. До начала интеграционной программы получают пособие примерно 650 евро на одного взрослого. И примерно 300-420 евро на ребенка в зависимости от возраста. Что будет дальше, пока еще никто не знает, так как этот этап еще никто не проходил. Но скорее всего нужно будет выходить на работу и заниматься самостоятельным обеспечением. В целом, все логично и справедливо. Страна всем обеспечила и всему научила. Зарплаты тут высокие, но и цены на все тоже. Кстати, доступ к школам и детским садикам открывается только аж на третьем этапе. Школы бесплатно, а вот с детскими садами информация разная. Говорят, есть платные и бесплатные. В целом, для взрослых без детей страна интересная и перспективная. Для одиноких мам с ребенком все очень непонятно. Канада. Предоставляет возможность в ускоренном режиме получить право на проживание до 3 лет, а также трудоустройство и образование. Миграционная программа началась 17 марта и согласно этой программе украинцы могут бесплатно оформить визу, получить статус временного резидента Канады, право на трудоустройство, на бесплатное образование детей в учебных заведениях, колледжах и университетах. Для получения защиты нужно просто подать электронную анкету и сдать биометрические данные в любом визовом центре Канады. Весь процесс получения визы бесплатный, но по времени может занимать до 6 недель из-за большого количества обращений. По финансовой помощи ежемесячного пособия нет, но есть единоразовая 3000 канадских долларов на одного взрослого и 1500 на одного ребенка. В евро это примерно 2300 евро на одного взрослого и 1150 евро на ребенка. Все, конечно, хорошо, но есть и минусы. Данная программа не предусматривает получение статуса беженца, гражданства или разрешения на постоянное место проживания. Высокая стоимость перелета, хоть и были ранее организованы несколько бесплатных рейсов, но дальше только за свой счет. Уровень цен серьезно ощутимый. Но для тех, кто мечтал о переезде в Канаду, просто фантастические подарки. В общем, как и везде, есть свои плюсы и минусы, которые более удобны для взрослых без детей. В Великобритании. Можно попасть двумя вариантами, если есть родственники или нужно найти спонсора. Обычно едут по второму варианту, так как родственников там не так и много в украинцев. Но в обоих вариантах нужно будет открывать визу, которая делается сейчас в максимально упрощенном режиме и дает право на пребывание до 3 лет. По этой программе спонсор обязан предоставить комнату либо отдельное жилье беженцев как минимум на 6 месяцев. При этом спонсор получит выплату в размере 350 фунтов на каждого беженца. А украинцы получат право на трудоустройство и медицинское обслуживание на 3 года. По финансовой помощи. Есть единоразовое 200 фунтов. И ежемесячное, согласно Union Credit, на одного взрослого, которому больше 25 лет, это 324 фунтов. В евро это примерно 385 евро. Для всех других составов и возрастов выплаты вы видите на своих экранах. Также есть финансовая помощь на детей, которая составляет ориентировочно 290 фунтов, примерно 343 евро. Но зависит от условий, которые вы видите на своих экранах. А в описании будет ссылка на официальный источник, где вы сможете разобраться более детально. В целом, программа очень привлекательна для украинцев, особенно кто хочет устроиться на работу. Но в последнее время очень долго приходится ждать, пока найдется спонсор. Да и спонсоры бывают разные. Иногда попадаются добрейшие люди, которые помимо всего стараются и сами помочь беженцам. А иногда бывают и совсем противоположны. И украинцам на месте приходится искать нового спонсора. В Швейцарии тут все особо без изменений, за исключением одного существенного, но за который вы узнаете дальше. Первое, что получают украинцы, это уникальный статус С, который дает право на проживание в течение одного года с возможностью продления. При обращении за защитой украинцев распределяют по кантонам, где их обеспечивают сотжильем, которого в последнее время очень не хватает, плюс питание и медстраховкой. Также украинцы получают право на работу. Финансовая помощь в размере 1573 франков в месяц. В евро это примерно 1597 евро на одного человека. Да, сумма не маленькая, но не по швейцарским меркам. Кроме того, помощь эта идет не в руки украинскому беженцу, а выплачивается властям кантона, куда распределят беженца. Из этой суммы кантон будет нести расходы на медстраховку, на проживание беженцев, питание, средства личной гиены и пуча прочих других расходов. В итоге на руки кантон выплачивает только то, чем не смог обеспечить беженцев и в последнее время даже на аренду жилья. И касательно важного нюанса, за который я говорил в начале. Это касается беженцев, которые уже получили статус временной защиты в других странах, но хотят изменить страну на Швейцарию. Статус С таким беженцам Швейцария не даст. Ну и соответственно с помощью то же самое. Германия по-прежнему является лидером среди самых интересных стран в помощи беженцам из Украины. Правда в последнее время добавились бюрократические моменты, но не смертельные. По финансовой помощи. Беженцам из Украины начали предоставлять социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Это до 449 евро в месяц на одного взрослого. И если это семья, то соответствующие размеры помощи вы видите сейчас на своих экранах. Ссылочку на официальный источник вы найдете в описании под этим видео. Также есть и многие другие варианты помощи. Это предоставление социального жилья, но в последнее время его почти нет, потому что все занято. Зато есть финансирование арендного жилья, но правда найти подходящую квартиру тут тоже нелегко. Плюс некоторые покрытия коммунальных платежей и единоразовая помощь на предметы домашнего быта. А также медицина, право на работу и тому подобное. Плюс-минус условия также могут отличаться, как и во всех других странах. Многие реальные или адекватные беженцы говорят, что помощи на проживание хватает. Но все равно в перспективе нужно искать работу. В целом, кто реально беженец и понимает, что происходит, тот условиями удовлетворен. А те, кто не хочет ничего делать, то пишут разные гадости, что ничего не помогают и тому подобное. А теперь по общим важным моментам. Самый главный это для одиноких родителей с детьми. В некоторых странах детям запрещено находиться дома без присмотра взрослых. А пристроить ребенка, например, в садик, продленку, лагерь или нанять няню не всегда легко или просто невозможно финансово. То есть работать у вас практически не получится. Второе, что должны понять беженцы из Украины, что в какую бы страну они не направились, все программы и финансовая помощь рассчитана на временную поддержку и адаптацию с перспективой выхода на работу и самостоятельного обеспечения себя. То есть, как только беженец выходит на работу, то пособие прекращается, либо пересчитывается. Это касается всех стран. Просто у каждой страны свои механизмы и отличия. Также, перед тем, как отправиться в любую страну, рекомендую обязательно по всех чатах и группах связаться с волонтерами и с людьми, которые находятся там, и выяснить все детали и моменты на текущее время, а не на то, что вы смотрите в интернете, что было вчера, потому что изменения бывают часто и много. Так что опять обращаю ваше внимание на то, что многие страны в мире стараются оказать максимальную помощь всем украинцам, которых коснулась война. И периодически условия меняются. Меняются механизмы, меняются возможности. Это не хорошо и не плохо. Это адаптация мира к новой реальности. В этом ролике собраны максимально усредненные условия для беженцев, потому что есть много случаев, где условия все равно отличаются очень существенно. Поэтому очень важно, чтобы каждый, кто смотрит это видео, написал подробно в комментариях свою историю, в которой он оказался. Для того, чтобы помочь новым беженцам, которые только собираются выезжать из Украины, разобраться во всех этих сложностях. А также поделитесь этим видео в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали эту информацию. На этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.